Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерд заявила, что по меньшей мере 16 сотрудников посольства Соединенных Штатов на Кубе пострадали в результате инцидентов. По всей видимости речь идет о неких акустических атаках, о которых ранее писали американские СМИ. «Мы можем подтвердить, что по меньшей мере у 16 сотрудников посольства США наблюдались различные симптомы. Им оказана медицинская помощь в США и на Кубе. Мы относимся к этой ситуации очень серьезно». При этом представитель Госдепа не стала называть причины возникновения симптомов. По ее словам, сейчас ведется расследование, которое должно помочь найти виновных. Нойерд добавила, что по информации американских властей, инциденты стали происходить в 2016 году, но на данный момент прекратились. Также дипломат отметила, что Вашингтон пока не знает, кто именно стоит за нападением на сотрудников посольства, однако подозревают кубинское правительство.